После того как у нас все мы настроили функционал интернет-магазина, нам нужно настроить дополнительные страницы о магазине, доставка и оплата, контакты. Сейчас вы посмотрите вставку с моего недавнего курса о том, как это можно сделать и с помощью плагина Elementor, собирая страницу как конструктор по собственному макету и как можно это сделать в классическом варианте. В общем смотрим вставку и встречаемся после этого. И в правом нижнем углу открываем раздел атрибуты страницы, кликнув по нему левой кнопкой мыши и выбираем из вот этого раскрывающегося списка Elementor полная ширина, а затем кликаем по кнопке опубликовать, а далее кликаем еще раз по этой же кнопке. Теперь нам нужно перейти в панель редактирования страницы через плагин Elementor, для этого кликаем вот по этой кнопке. Посмотрите, перед нами открылся редактор Elementor. На страницах, созданных с помощью Elementor не отображается их название, поэтому в первую очередь нам нужно добавить название страницы. Перед тем как добавить элемент, нам нужно определить во сколько рядов мы будем отображать контент. Заголовок у нас будет располагаться во всю ширину, поэтому сначала мы кликаем по значку добавления блока, а затем выбираем расположение во всю ширину. Далее на появившемся блоке кликаем по значку плюс и на левой панели выбираем элемент, который нужно добавить, в нашем случае это заголовок. Мы просто переносим данный виджет на добавленный нами блок. В итоге наш элемент добавился на сайт и мы приступаем к его настройке с помощью панели редактирования, расположенной слева. Вот в эту область вводим контент блока, то есть название страницы. Затем устанавливаем огромный размер шрифта и выравниваем текст по центру. Далее переходим во вкладку стиль. Для выбора цвета текста мы кликаем вот сюда и в появившейся панели можно выбрать один из основных цветов. Также возможно выбрать его насыщенность и прозрачность с помощью этих маркеров. А затем, если нужно, можно его смешать с другими, просто перемещая курсор в виде кружка. Либо вообще можно вставить маркировку вашего цвета в это поле в формате, который начинается с решетки. Цвета с такими маркировками можно найти на сайте. Ссылку на него вы найдете, кликнув в описании к этому видео по дополнительные материалы. Я выберу вот такой синенький цвет. Закрываем панель, кликнув за ее пределами. Теперь давайте настроим шрифт. Для этого кликаем вот сюда. Здесь мы выбираем шрифт. Также тут можно более детально настроить размер шрифта, но я этого делать не буду и просто перейду в эту вкладку. Здесь также куча настроек, но мы зайдем в эффекты движения для настройки анимации. В появившейся панели из вот этого раскрывающегося списка мы выбираем анимационный эффект. Далее мы переходим в раздел граница и кликаем вот сюда. Посмотрите, мы добавили тень для заголовка. Далее нам нужно произвести последние корректировки над заголовком. Это делается вот здесь. Во-первых, переключаем единицы измерения с пикселей на проценты и вводим отступы со всех краев 1%, то есть внутренние отступы. Нам нужно ввести значение в первое окошко и оно отобразится в остальных, так как они связаны между собой. И посмотрите, заголовок преобразился. Теперь нам нужно добавить следующий блок. Это описание магазина. Обновление блока описания магазина тот же, которым мы пользовались для добавления заголовка страницы. Мы определяем макет в виде одной ячейки и добавляем туда виджет текстовый редактор. Для отображения текста мы вставили его вот в эту область. А затем можно произвести форматирование текста с помощью вот этой панели. А я лишь его выровняю по центру. Также здесь имеются вкладки стиль и расширенные, где более детально можно настроить шрифт и, например, анимацию. Как это делается, вы уже знаете. Посмотрите, у меня получится вот такой симпатичный блок. А вот теперь начинается самое интересное. Именно то, почему стоит использовать плагин Elementor. Давайте для начала добавим заголовок «Наши преимущества». Как это делается, вы уже знаете. А вот теперь добавим три блока в ряд с презентацией преимущества магазина. Для этого кликаем по значку «Плюс» и выбираем макет из трех ячеек. Такой блок с преимуществами можно сделать с помощью виджета «Картинка с текстом» или «Иконка с текстом». Давайте будем использовать виджет «Иконка с текстом». Итак, отнесем в каждую из трех секций виджет «Текст с иконкой». Для этого кликаем в каждой области по значку «Плюс» и переносим виджет «Текст с иконкой». Должно получиться примерно вот так. Теперь давайте настроим первый блок с преимуществами. Для того, чтобы отобразить панель настройки первого блока, нужно кликнуть по нему. Посмотрите, то, что мы перешли в панель его настройки, говорит голубая рамка вокруг него. Итак, давайте перейдем к настройке. Вот в этом раскрывающемся списке мы выбираем иконку. Вот здесь мы можем определить, какую иконку использовать стандартную или обрамленную фигуру. А вот здесь мы можем определить, в какую фигуру обрамить иконку. Я выбрал круг. Вот в это поле мы вводим заголовок для нашего преимущества. А вот в это – описание. Далее мы переходим во вкладку «Стиль» для настройки дизайна нашего элемента. Здесь в первом разделе «Иконка» мы настраиваем внешний вид иконки. Из всех опций я лишь меняю цвет. Вообще такие настройки, как цвета, шрифт и другие параметры у всех блоков идентичны. Далее переходим в раздел «Содержимое». В этом разделе мы настроим заголовок, а вот здесь – описание преимущества. Но это все уже вам хорошо и так знакомо. Далее переходим во вкладку «Расширенные» и настраиваем анимацию и тень. Но это все также вам хорошо знакомо. Единственное – внутренние отступы делаем не 1%, а 4%. На этом настройка первого элемента преимуществ завершена. Теперь по этому же алгоритму редактируем остальные два элемента. Итак, кликаем по второму элементу и продолжаем. Посмотрите, у нас все получилось. Если вам нужно, например, изменить ширину одного из преимуществ, то просто подведите курсор мыши к левой или правой границе, в результате чего появится двухконечная стрелка, и просто перетаскивая края, регулируйте ширину и высоту элементов. Далее нам нужно создать такой блок, как «Основные категории товаров». Но так как товары и их категории мы еще не создавали, то мы просто разместим блок без ссылок на эти категории. А когда товары будут заведены, мы подключим все ссылки. Я хочу разместить 8 категорий товаров. В 2 ряда по 4 категории в ряду. Для начала добавляем заголовок «Каталог». Как это сделать, вам уже известно. Далее добавляем 2 блока по 4 ячейки и отправляем туда виджет изображения. В итоге у вас должно получиться вот так. Теперь выделяем первый элемент и переходим к его настройке. Это будет категория «Джинсы». Для начала нам нужно подгрузить фотографию. Поэтому мы кликаем вот сюда и подгружаем фото для этой категории. После подгрузки фото из вот этого раскрывающегося списка можно выбрать разрешение фото. Но я оставлю шаблонные настройки. Затем выравниваю контент элемента по центру. Из раскрывающегося списка подпись. Выбираю произвольное. И сразу же появляется область для ввода подписи. Здесь мне нужно ввести название категории товаров. Я введу джинсы. Далее в этом раскрывающемся списке мне нужно выбрать произвольная ссылка. И по аналогии с раскрывающимся списком подпись появляется поле, в котором я должен указать ссылку на данную категорию. Но так как она еще не заведена, я оставляю данное поле пустым. Теперь переходим во вкладку «Стиль». Мы сразу же переходим в раздел «Подпись». Здесь я задаю цвет текста, фон у раздела «Подписи» и устанавливаю настройки «Шрифтар». Об этом я уже рассказывал. Далее переходим во вкладку «Расширенные». Здесь мы устанавливаем анимацию. И через раздел «Граница» устанавливаем тень, тем самым придавая элементу страницы эффект выпуклости. Но в отличие уже от предыдущих блоков, отступы не задаем. В этом нет необходимости. Ссылку на первую категорию мы завели. Теперь по этому же алгоритму нам нужно настроить 7 других элементов. Итак, кликаем на следующий элемент и продолжаем. У нас все готово. Посмотрите, как же круто это все выглядит. Теперь давайте немного спустим вниз заголовок блока с категориями. Для этого кликаем по заголовку и переходим на появившиеся панели во вкладку «Расширенные». Здесь нас будет интересовать область отступы снаружи. Нам нужно переключиться на единицу измерения проценты, кликнуть вот сюда, чтобы отключить автоматическую связь между четырьмя границами блока. Это нужно для того, чтобы задать внешний отступ только для одной стороны. И далее мы вводим в поле «Вверх» отступ 5%. Посмотрите, теперь все выглядит просто отлично. Я тут подумал, давайте-ка на этой странице в качестве первого блока разместим слайдер. Итак, нам нужно разместить слайдер. Но тут возникает дилемма, как же его вставить, чтобы не тянуть с самого низа наверх. Все просто, наш слайдер будет размещен над описанием магазина. Итак, в области блока описания мы кликаем вот сюда. Затем кликаем по кнопке «Добавление зоны под блок». После этого выбираем макет с одной ячейкой и кликаем по добавлению виджета. И выбираем вот этот виджет «Смарт слайдер». Теперь мы выбираем слайдер, который создавали для страницы контакты. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь спускаемся в самый низ. Далее давайте создадим блок, который часто используют под презентацию партнеров. Это такая небольшая карусель, которую мы будем использовать под демонстрацию торговых марок, которые реализует наш магазин. Итак, давайте сначала добавим заголовок. Вот так. Как это делать, вы уже знаете. Далее нам нужно создать макет с одной ячейкой и положить туда виджет «Карусель». Теперь нам нужно добавить изображение в карусель. Для этого мы кликаем по этой кнопке. Далее подгружаем фото для галереи. Обязательно подгружайте только квадратные изображения. Одинакового разрешения. Например, 500 на 500 пикселей. Если нужно, здесь вы можете их упорядочить в определенном порядке обычными перетаскиваниями. Вот так. После этого кликаем по кнопке «Вставить галерею». Далее в этом раскрывающемся списке можете выбрать размер изображений. Я оставлю по умолчанию 150 на 150. После этого с помощью одного из вот этих раскрывающихся списков необходимо определить, сколько изображений показывать на экране. Либо исходя из количества отображаемых изображений на экране, либо исходя из количества экранов. Я пользуюсь первым раскрывающимся списком и установлю «Показывать на экране» по 5 изображений. А в нижнем раскрывающемся списке оставлю шаблонное значение по умолчанию. Теперь давайте сделаем блок с отзывами. Он идентичен блоку с преимуществами. Только вместо иконок с надписями мы будем использовать виджет картинки с надписями. Но давайте все по порядку. Добавляем заголовок и формируем макет из трех ячеек. Как это делается вы уже знаете. Поехали. У вас должно получиться вот так. Единственное отличие настройки этих элементов от настройки элементов из блока «Преимуществ» заключается в том, что мы используем не иконки, а подгружаем изображения. Давайте подгрузим первое аватар изображения нашего клиента, который оставил отзыв. Итак, переходим к первому элементу, кликнув по нему и затем подгружаем изображение. Далее из вот этого раскрывающегося списка выбираем размер изображения 300 на 300. Вот в это поле вводим имя клиента, а в это вводим текст отзыва. Теперь нам нужно настроить дизайн для этого элемента. Шрифт, тени и анимацию. Итак, мы переходим во вкладку «Стиль» и выбираем область «Содержимое». Здесь мы настраиваем шрифт для секции «Имя и описание отзыва». Далее все в точности, как и в блоке «Преимуществ». А затем настраиваем анимацию и тень во вкладке «Расширенные». Так же, как мы это делали в блоке с преимуществами. Только внутри отступ сделаем вот таким. Посмотрите, мы настроили первый отзыв. Теперь давайте по этому же алгоритму настроим и два других отзыва. У нас все получилось. Давайте заголовок нашего блока с отзывами спустим немного вниз. Вот так. Ну вот и все. На этом создание страницы о магазине завершено. Давайте сохраним изменения, кликнув по кнопке «Обновить». А затем зайдем в меню панели «Элементр» и выберем «Выйти в консоль». Далее мы кликаем по вкладке «Все страницы». В этом видеоуроке я показал вам еще один способ того, как можно оформить второстепенную страницу. Выбирайте любой из этих способов, а лучше соотмещайте, но не злоупотребляйте применением плагина «Элементр». Максимум до пяти страниц на сайте, иначе впоследствии сайт может медленно работать. Пять страниц максимум и достаточно. Соблюдайте гармонию в построении сайта и будет вам счастье. Теперь нам нужно создать страницу «Доставка и оплата». Кстати, мы ее тоже создадим через плагин «Элементр». Выбираем в качестве шаблона «Элементр полная ширина», присваиваем название страницы «Доставка и оплата» и два раза кликаем по кнопке «Опубликовать». Как это делается, вы уже знаете. Теперь переходим в режим редактирования «Элементр». Сначала нам нужно вставить блок с вариантами доставки. Нам нужно создать секцию с названием страницы, добавить заголовок, а затем создать разметку с тремя ячейками. А после нее добавить еще одну разметку также с тремя ячейками. Как это делается, вы уже знаете. В общем, должно получиться как-то вот так. Теперь нам нужно добавить в эти секции элемент «Иконка с текстом». Вот так. Далее нам нужно настроить эти элементы, так же как мы настраивали элементы «Иконка с текстом» на странице о магазине в блоке «Преимуществ». Алгоритм действий вам уже знаком. Давайте приступим. Посмотрите, у нас все получилось. Далее по аналогии создадим точно такой же блок, но уже с вариантами оплаты. Посмотрите, у нас все получилось. Выглядит все шикарно. Теперь выходим из этой панели. Теперь немного я расскажу вам о том, как наполняются страницы. Раньше наполнение страницы происходило просто и понятно. У вас была область с текстовым редактором. Панель этого редактора расширялась через плагин и имела возможность размещать различные элементы через виджеты, такие как кнопки или форма. Но все имеет свойство заканчиваться. После недавнего обновления движка WordPress все пользователи заметили, что интерфейс наполнения страницы и записей изменился. Он стал более сложным и не все могли понять, как он работает. Но не волнуйтесь, я вам сейчас все расскажу. Я во всем разобрался и помогу вам. Теперь страница собирается подобно конструктору, поблочно. Для добавления блока мы кликаем по кнопке плюс. В итоге перед вами открывается всплывающее окно с элементами сайта. По умолчанию открываются самые популярные элементы. Здесь мы видим виджеты наших плагинов, слайдер, кнопка, заголовки изображения и другие. Давайте скроем этот раздел с самыми популярными элементами. И как вы можете видеть, у нас есть еще несколько разделов с элементами. Я пользуюсь в основном тремя разделами. Основные блоки, элементы разметки и виджеты. С главными элементами мы познакомимся по ходу создания страниц. Также вы можете искать нужный вам элемент через поиск, просто ведя его в эту область. Для начала нам нужно вставить непосредственно контактные данные. Адрес, e-mail и телефон. Для размещения текста на странице WordPress установлены три виджета. Заголовок, абзац и классический параграф. С заголовком все понятно, тут нет особого выбора. А вот какой виджет использовать для сплошного текста? Абзац или классический параграф? Ответ однозначен. Конечно же классический параграф. Ведь его уже и без того широкие возможности мы расширили специальным плагином. Кроме того, если вы будете использовать виджет абзац, то на выходе получите различный шрифт во всех абзацах. А это выглядит, прям скажем, не очень. Поэтому обязательно для отображения текста используйте классический параграф. Итак, для добавления классического параграфа мы вызываем панель с виджетами. И в разделе часто используемые виджеты выбираем классический параграф. То есть кликаем по данному виджету. Если вы в часто используемых не найдете данный виджет, то посмотрите в разделе «Основные блоки». Итак, после добавления виджета нам нужно кликнуть вот сюда, чтобы активировать панель. Сейчас будет очередной чит-код. Для корректного добавления текста я вам советую сначала ввести его или скопировать в текстовый редактор Microsoft Word или в его аналоги. Далее мы редактируем текст, устанавливаем необходимый шрифт, размер текста и цвет этого шрифта. Затем мы копируем отформатируемый текст и вставляем в данный виджет на сайте. Но давайте добавим контактные данные. Причем мы сделаем эти контактные данные кликабельными. У вас в описании по ссылке «Дополнительные материалы» имеется кнопка «Добавление контактных данных». Откройте данный файл. Перед вами откроется код. Вам нужно его скопировать. Лучше всего скопируйте в текстовый редактор Microsoft Word или его аналоги. Тут вам нужно произвести кое-какие изменения. Вам нужно заменить текст, выделенный красным цветом. Заметьте, там где указан номер телефона, его нужно редактировать в двух местах. И вот здесь формат номера должен быть международным через плюс 7, а не через восьмерку. Так как эта часть кода отвечает за то, чтобы при клике по данному номеру производился автоматический набор телефона. Если клиент находится на вашем сайте с мобильного устройства. Заметьте, и в e-mail есть подобная часть кода. Только в отличие от телефона, она идентична тексту, который будет отображаться на странице чисто в информационных целях. И эта часть кода также отвечает за то, чтобы при клике по e-mail производилась автоматическая переадресация на ваш почтовый сервер. С последующей автоматической генерацией письма. То есть клиенту нужно будет ввести просто текст письма и кликнуть по кнопке отправить. А адресат, то есть ваш e-mail сформируется самостоятельно. После того, как вы поменяли шаблонные на свои контактные данные, вам необходимо отформатировать текст. То есть установить цвет, шрифт и размер текста. А затем просто копируем данный код. Возвращаемся на сайт, кликаем в область классического параграфа, который мы добавили ранее. Вводим любой текст или символ и кликаем по кнопке меню данного виджета. И выбираем редактировать как HTML. Устанавливаем курсор в области ввода данного виджета. Удаляем введенный ранее текст и вставляем скопированный код с контактами. В общем должно получиться вот так. А теперь будет еще один чит-код. Если вы будете редактировать данный код или текст в этой области, то у вас собьется перенос на следующую строку. И телефон и e-mail будет расположен в одной строке. Для этого вот сюда вам нужно вставить вот эти два тега BR. В языке HTML данный тег обозначает перенос на следующую строку. А два вот таких тега обозначают перенос на две строки. Это сделано для корректного отображения информации. Это очень важно. Запомните. Теперь кликаем по кнопке навигационное меню данного виджета и выбираем редактировать визуально. Посмотрите, у нас все получилось. Далее нам нужно опубликовать страницу контакты. Для этого кликаем по одноименной кнопке, а затем подтверждаем наше намерение и снова кликаем по ней. После этого выйдет сообщение о том, что страница опубликована. Давайте закроем это сообщение, кликнув вот сюда. Посмотрите, наша кнопка заменилась на кнопку обновить. Именно для сохранения изменений, внесенных на данной странице, вам будет необходимо кликать по ней. А вот кликнув по этой кнопке, можно открыть специальный просмотрщик, который будет отображать текущий внешний вид нашей страницы в режиме реального времени. Теперь давайте разместим навигационную карту с отображением местоположения нашего магазина. Далее нам нужно вставить форму обратной связи. Для этого для начала добавим заголовок, опять открываем панель с элементами для вставки на страницу и выбираем заголовок. В появившемся блоке вводим заголовок «Консультация» и выравниваем по центру. Также, если вам нужно, вы можете отформатировать заголовок, например, указать его значимость, выбрав H1, H2, H3 и так далее. Чем меньше цифра, тем важнее заголовок. H1 – это самый важный заголовок. Это нужно в основном для построения правильной структуры страницы и в целях SEO-продвижения сайта. Также можно выбрать цвет текста, сделать шрифт жирным или курсивным, прикрепить ссылку и использовать другие элементы форматирования. Меня заголовок вполне устраивает, поэтому я больше ничего менять не буду. Далее нам нужно вставить непосредственно саму форму. Мы снова вызываем панель с элементами для вставки на страницу, в поле поиска вводим «WP Forms» и выбираем вот этот виджет. В появившемся блоке из раскрывающегося списка выбираем название нашей формы, которую мы создали именно для обратной связи, то есть «Консультация». И, пожалуйста, наша форма добавилась на сайт. Теперь мы должны добавить созданный нами слайдер. Для этого снова открываем панель с элементами для добавления на сайт и в области поиска вводим слово «Smart» и выбираем вот этот виджет. В новом блоке кликаем по кнопке «Подгрузки слайдера» и выбираем созданный нами слайдер. При выборе слайдера панель со слайдером может закрываться. Такое бывает. Вы просто снова кликайте по кнопке «Подгрузки слайдера» и выбирайте нужный слайдер. И у вас все получится. Посмотрите, слайдер подгрузился. Как же круто он выглядит, даже здесь в панели редактирования. Разве можно так же классно было сделать с помощью других плагинов? Конечно нет. Итак, все элементы, то есть блоки для страницы «Контакты» размещены на ней. Но еще не все так шикарно, как хотелось бы. Все блоки у нас размещены вперемешку. А хотелось бы как-то их упорядочить. В начале страницы должен быть размещен слайдер. Но тут возникает вопрос. Как же перемещать блоки по странице? Все очень просто. Наведите курсор мыши на блок, который нужно переместить. И в результате слева появится вот такой ползунок. Если блок нужно переместить вверх, то кликайте вот сюда. И он появится сверху того блока, который был ранее расположен над блоком, которым мы переместили. И так кликаем до того момента, пока блок не станет туда, где бы вы хотели его видеть. Если блок нужно расположить ниже, то кликаем вот сюда. И так я расположил блок со слайдером в самом верху. Далее по этой же схеме размещаем блоки в следующем порядке. Карта, контакты, социальные кнопки и форма. Но и это даже еще не все. Давайте перед контактами добавим заголовок «Контакты». Для того, чтобы добавить новый блок, после какого-то конкретного блока, нужно кликнуть по блоку, после которого необходимо вставить блок. Переходим в панель добавления элементов и выбираем тот элемент, который нужно вставить. Я выберу заголовок, введу название контакты и выровню посередине. Пожалуйста, у нас все получилось. Но это еще не все. После каждого блока нам нужно поставить разделитель, чтобы контент из разных блоков не сливался. Давайте для начала поставим разделитель после слайдера. Как я ранее говорил, если необходимо вставить элемент после какого-то блока, то для этого необходимо кликнуть на тот блок, после которого мы вставляем элемент. Но дело в том, что если мы кликнем по слайдеру, то перейдем в его настройки. Поэтому мы кликаем по следующему блоку. Это будет блок «Карта» и переходим в панель добавления элементов на страницу. В области поиска вводим разделитель и выбираем вот этот элемент. И как вы видите, разделитель добавился на нашу страницу. Теперь мы его поднимаем на один уровень вверх. Как это сделать, вы уже знаете. Пожалуйста, у нас все получилось. Теперь после каждого блока нужно поставить такой разделитель. Еще раз кликаем по блоку, после которого нужно вставить разделитель и добавляем его через панель вставки элементов на страницу. Если нужно, то перемещаем разделитель по странице. Посмотрите, у нас все получилось. Я как-то совсем упустил этот момент. Перед картой ставим в заголовок наш магазин. Как вставлять заголовки перед блоками, вы уже знаете. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь сохраняем изменения на данной странице. Теперь после того, как все настроено, нам нужно подредактировать дизайн и заменить некоторые некорректные названия. Этим и займемся на следующем последнем уроке. Продолжение следует...